и так далее. И вот для того, чтобы люди правильно понимали продукт, здесь должна быть в компании создана система обучения потребителя. Обучение потребителей. Есть в компании система обучения. Потому что обычный человек, он, как правило, не способен сравнить, сделать сравнительную характеристику, а если он не может сравнить, у него нет права другого. И он сегодня пойдет за вами, если вы ему рассказываете что-то хорошо о своем продукте. Завтра придет кто-то другой, расскажет о продукте. Послезавтра соседка скажет вообще, зачем ты это берешь, и в магазине дешевле, да, на вот что-то похожее. Поэтому у вас не будет постоянных клиентов, как бы, да. Нужна обучаемость потребителей, система обучения. В многих компаниях потребителей не обучают, а просто мотивируют. Это самое лучшее, потому что самое лучшее. Потому что. А почему? А потому что. А когда спросишь, а вот что у вас там в составчике вот этого вот, он говорит, а я не разбирался. Часто соседей говорят, я не разбирался, мне это не нужно, это не важно. Ей сказали, самое лучшее, я пользуюсь. Ну, как бы, что-то самое нам говорит реклама. Любая. Любая. По телевизору, в журналах. Никто не скажет, что у нас самая лучшая. Да? Ну, то реклама как бы. Я рассчитываю. Следующее. Какой процент населения будет использовать ваш продукт? То есть, на какой процент населения рассчитан ваш продукт? Процент населения, которым нужен этот продукт. Потому что, если он какой-то уникальный, эксклюзивный и удивительный, возможно, это только один процент населения, кому он и нужен. А возможно, купят только те, которые пообещали огромные деньги за то, что если они привезут других, которые тоже купят. То есть, понятно. Желательно, чтобы вот этот процент стремился к 100%. Та линейка продуктов, которые есть у компании, допустим, от самого рождения человека еще до рождения и до глубокой статуса. Чтоб это можно было применять и дома, и вне дома, и так далее. Чтоб это были продукты, как правило, повседневного спроса, так называемые. Единственная конкуренция, чтобы у них было по качеству и по цене. А чтобы люди могли адекватно сравнить, нужна система обучения потребителей. Понятно, да? Причем система обучения удобная для потребителей. Есть система обучения на лекциях, куда люди должны прийти. Есть система через интернет, где человек будет прямо дома. Так называемые вебинары. Дома потребитель может послушать лекцию, получить информацию, стать грамотным. Разные способы. Где-то нужно посмотреть эту лекцию с видеодиска, где-то почитать книги. Да? Справочные книги и так далее. Чтоб это было гибко. Чтоб это можно было рассчитывать на разных потребителей. С разными возможностями. Следующее. Значит, правильный продукт должен иметь срок годности и условия хранения. Срок годности и условия хранения. То есть, если продукт, у него маленький срок годности, то будет большой риск, ну скажем так, просрочивания продуктов. И будет сложно и дистрибьюторам, и компании создавать постоянный доход. Потому что или вам требовать какого-то специального хранения. Например, в холодильнике или там супер какое-то сухое место в влаге, вперед. Да? Ну и так далее. То есть, если он портится, то сложности будут и для потребителей, чтобы его употреблять, и для дистрибьютора в том числе. Да? Вот. Дальше. Запишите такой вопрос. Купил бы я... Вот как оценить еще правильность продукта? Купил бы я этот продукт по этой цене, которая предлагает компания, купил бы я этот продукт по той цене, что предлагает компания, если бы я был просто потребителем и не собирался стать миллионером в этой компании. Купил бы я этот продукт по той цене, что предлагает компания, если бы я был просто потребителем и не рассчитывал, что я стану миллионером. Потому что есть частенько мотивация. Денег нет, пользуйся, не станешь миллионером и так далее. Хорошо. Для того, чтобы правильно разбираться еще в продукте, нужно разбираться в составах, можно в интернете, ну, допустим, те компании, которые работают с косметическими средствами, можно набрать классификацию косметических средств. Классификация косметических средств. Или есть такая известная международная косметолог Сусанна Беловская. Выбираете Сусанну Беловскую, классификация косметических средств. Можно посмотреть. Можно набрать список фалтона. Список фалтона, то есть те вещества, которые вредны. Косметические средства. Те вещества, которые вредны. Даже если вам не говорили об этом в спонсорском или в компании. Можно набрать умершие доктора Милгут. Есть такая книга. Где можно прочитать, какие виды минералов существуют, и их усвояемость. Их усвояемость. Ну, тогда. То есть начните разбираться в продукции в составах. Про продукции мы заканчиваем. И следующий пункт. Можете записать то, что влияет на создание остаточного дохода. Насколько в вашей компании есть необходимость быть продавцом. Насколько вам компания предоставляет выбор. Можно продавать, можно не продавать. А просто по маркетингу невозможно не продавать. Даже если вам не говорят. Сколько минут осталось? День. Следующий пункт. Способы мотивации. Как вас мотивирует ваша компания? Способы мотивации. Их две. Мотивация от негатива и мотивация к позитиву. От негатива и к позитиву. Расшифрую, что такое от негатива. Есть так называемые закупочные схемы. Когда приходят, человеку говорят, что тебе нужно приобрести товары на 200 долларов или евро, на 200, на 1000, на 3000, на 5000. Есть где это жестко, просто или ты с нами, или ты закупаешь, или нет. А есть создается иллюзия выгода. Ты можешь войти на маленькую закупочку, а можешь побольше. Но так составлен архитинг вклад, где маленькая закупочка невыгодна. Просто невыгодна. И как же создается иллюзия выгода. Таким образом люди попадают, как я говорю, в определенный кавказ. Многие попадают в долги. Потом их нужно возвращать. И это идет мотивация от негатива. И часто новичок, он профессионалом еще не стал, не научился ни продавать, ни создавать сеть, а долги уже сделал. В результате, вот то, что говорят о сетевом маркетинге, да? Вот то мнение негативное, что говорят о сетевом маркетинге. Мотивация позитивом. Что это за мотивация? Это когда помогают новичку постепенно сформировать цели. И пошагово обучают, как достигать этих целей. То есть помогают составить цели, определиться с целями, составить план достижения цели. И этот человек постепенно идет к своей цели. Фактически не рискует. Деньгами, ну, фактически ничем и не рискует. Единственное, что он начинает вкладывать в свои время свободное, постепенно тоже. То есть постепенно, плавно, мягкий ход, постепенно развитие. Это гармоничный, как бы, ход, гармоничный, гармоничный вид. Причем цели и действия согласуются с самим человеком. По его желанию и по его возможностям. Нет ничего навязанного, нет жесткой навязанности. Следующий критерий для создания стабильного дохода, это способ набора новых людей. Каким образом мы набираем новых людей. Ну, и два способа есть. Есть так называемый рекрутинг. Постепенно вас обучат, как стать профессиональным рекрутером. Рекрутинг. И девиз такой. Подписывай все, что шевелится. И даже ты становишься успешным, когда 100% подписанных. 100 из 100. 100 встреч, 100 подписанных. 100 встреч, 100 контрактов. Или 100 встреч, 100 продаж. 100 клиентов. То есть профессиональный продавец, профессиональный рекрутер. И во многих компаниях на это направлена система обучения, система мотивации и система по ошибению. То есть ты становишься вроде как примером. Тебя на сцену выводят, поздравляют и так далее. Чем это не очень хорошо? Почему это, скажем так, не дает возможность создать остаточный доход? Это нормально, в общем-то, да? Но не дает возможность создать стабильный доход. То есть не дает возможность оставить бизнес и уйти. Потому что, ну, скажем так, если я продам в холодильник Испиносу, да? И он его просто подаст на мое профессиональное, как бы, искусство, да? Различные курсы есть по психологии, то, ну, он не будет знать, зачем он ему нужен. И второй раз я ему уже, он уже не купил сам, правильно? То есть чтобы в второй раз ему что-то продать, опять мне нужно применить зомби технологии, профессиональные технологии, продать ему там уже холодильник другого цвета. Был красный, я продал синий. Сказали, это уже новая технология, совсем другая. И опять как-то. То есть это временные заработки, как я говорю, по жизни тяжелый труд. И есть второй путь, более правильно я считаю, это система отбора. Отбора. Отбора тех, кому это нужно. И нужно как потребителям, или нужно как бизнес-партнерам. То есть дать человеку право выбора, не навязывать свои ценности. И здесь сам смысл, человек к жизнью подготовлен, самостоятельно понимает, для чего ему это нужно. Мы ему только дали информацию, он задает грамотные вопросы, чтобы глубже в них не вступить. И он сам понимает, что это ему нужно. Мне не нужно, знаете, как говорят, тянуть из болота беремоту. Или постоянно, как в школе говорят, за уши тянуть в болезниках. Он упирается, не хочет, а он его тянет. И очень часто получается изглотанные уставшиеся телеки. То есть люди говорят, да я тут и так замучился, ты мне еще что-то приглашаешь. Просто люди работают, их не научили. Правильно работают. Ну и на сегодня, это была только, конечно, кратенькая информация. Если вот этих условий нет, о которых я рассказывал, то очень будет большая, будет большая миграция и для сил, и потребителей, и бизнес-партнеров в вашем бизнесе, и лидеров. На любом рамке будет уход людей из компании. Причем часто такой уход достигает 90, а то и 99%. Даже если компания устойчивая, даже если она уже десятки лет на рынке, но если нет всех условий, вот каждое условие, оно очень весомое. Если нет условий, вот как я говорю, при умножении, если что-то работает нулю, то результат все равно нулевой. И тогда сетевик напоминает белочку колесе, которое бегает, бегает, вырубляет массу усилий, тратит много энергии, но нет движения. Нет движения вперед, нет движения к результату. Нет пассивного дохода. Я благодарю всех за внимание. Если вы воспользуетесь этим опытом, я думаю, что он вам пригодится. Если есть вопросы, вопросы, в общем-то, можно мне позвонить. Я вам пишу свой телефон. Вы хотите пообщаться? Желаю всем стабильных сетей, больших чеков и остаточного пассивного, очень приятного, как на роде государственной, коммерческой пенсии. Спасибо за внимание.